Те люди, чьи судьбы вы погубили, те, кого вы продали, те, чья кровь на вас, на ваших руках, эти люди вам не дадут спокойно ходить в туалет. Вы не будете. Вы постоянно, идя в туалет, будете думать о своей жалкой шкуре, чтобы там, в этом сортире, как говорил Путин, чтобы вас не замочили, чтобы вас не настигли. Поэтому это ваша участь, очень незавидная. Положат Путина рядом с ним в обнимку, так боком, положат Кадырова, а между ними положат подушку в форме сердца красную. В том что, если честно, после войны Кадыров заново построил Чечню, и это не скрыть. Чечню не Кадыров построил, Чечню Россия построила. Россия разрушила, и Россия восстановила. Вот и все. Тот, кто разрушил, тот же оккупировал, тот же сделал эту землю частью своей территории. Граждан этой страны сделал своими гражданами, вручил нам всем свои паспорта, и мы стали россиянами. Мы не выбирали себе это гражданство, сто лет нам не нужно это гражданство, мы 400 лет пытаемся не быть этими гражданами. Вот нас захватили, наш город разбили, наших 300 тысяч нашего народа уничтожили, пролили очень много крови, потом захватывают. Ну да, победили они в этой битве, захватывают нас, дают нам всем свои паспорта, говорят, вы теперь наши граждане. Жить будете и здесь, и на территории нашей страны, по нашим законам. Город, ну и вообще республику, которую мы разрушили, мы же вам и восстанавливаем. Вот наш человек, которого мы над вами ставим, он, хоть он и из вашего народа, но это наш человек, Кадыров, он будет заниматься здесь реализацией нашей политики на этой земле. Он будет наказывать вас по нашему указанию. Понятно? А, понятно. И вот так вот у нас восстановили город. Когда вы говорите, Кадыров что-то там восстановил республику, вы имеете в виду, что это звучит так, как будто бы Кадыров из своего кармана нам что-то восстанавливал. Нет. У Кадырова нет и не было никогда своего кармана. Все то, что сегодня есть у Кадырова, это российские деньги, выделяемые Россией, и которые он ворует и присваивает себе. Поэтому Кадыров ничего не сделал. Кадыров лишь наместник кремлевский, не более того. Он такой менеджер, который занимается управлением на этой территории. А делает все Кремль. О, смотри, Давудов, финансирование подъехал. Томсо, я русский, который родился и вырос в Грозном. Слушаю тебя давно. Рад, что такие люди есть. Удачи тебе на твоем пути. Я благодарю тебя, Алекс. Хочу обратить внимание Иудова именно на тебя и на твой комментарий. Вот смотри, Иудов, русский человек, грозенец, наш земляк. Не просто поддерживает там, не просто слушает меня, а также еще и финансирует. Видишь как, тебя Кремль, а меня русские люди, наши земляки, живущие вместе, жившие или живущие вместе с нами в одной республике. Как ты думаешь, чья поддержка более ценная, твоя из кремлевского бюджета или моя, когда меня поддерживают просто люди? Я не говорю сейчас о размерах этой поддержки. Понятно, что не сравнится моя с твоей. У тебя, конечно, там транши гораздо более крупные. Но как же иначе? Твое предательство должно как-то оплачиваться. Как Путин сам говорил про эти серебряники, помните? Рассуждая о предателях, он говорил, они никогда не будут жить спокойно. Они всегда будут скрываться, всегда будут чувствовать какую-то опасность. Таков удел предателей. И вот ради этих серебряников они предали свою родину. Вы именно эти люди, хоть вы и пытаетесь сказать, что вы там спокойно живете в республике, да вы в туалет без охраны не можете пойти. Вот оно ваше спокойствие. И вы никогда не сможете. Это вот постоянный ваш режим. Теперь у вас нет другой жизни. Вы всегда будете опасаться за свою шкуру. У меня, вот моя, допустим, в разговоре с Иудовым, он упрекнул меня тем, что якобы я, когда я сказал, ты будешь дарить цветы, жене Кадырова, матери Кадырова сейчас пойдешь, ссанешь букетом, он сказал, а ты будешь в этих четырех стенках сидеть, боясь оттуда выйти. У меня действительно есть определенные ограничения по безопасности. Да, я, конечно же, я понимаю, что вы очень влиятельные у меня враги, вы обладаете возможностями и вы пытаетесь меня убить, поэтому я, конечно же, должен беспокоиться о своей безопасности и во многом себя ограничивать. Ты в этом прав, конечно, хоть и ты преувеличил, сказав, что я там должен сидеть где-то, но ограничения определенные у меня имеются. И в этом вопросе и с властью в этой стране, в Швеции, тоже все нормально налажено. Но вот эта вот моя жизнь, она станет обычной ровно в тот момент, когда с вами будет покончено. Все, больше у меня никаких проблем нет. То есть моя единственная проблема – это вы. Как только вас не стало, вот этот ваш режим пал, и я сейчас не говорю о вашей смерти, а я говорю о режиме. Вот Путин, путинский режим, его не стало, и все. Мои все ограничения, они ушли. А у вас не так. До конца своих жалких, ничтожных дней вы будете жить вот в такой опасности, потому что на вас кровь, на вас чеченская кровь, кровь мусульман. Вам это не оставят, вам будут мстить. Вне зависимости от того, изменится режим, не изменится, умру я, останусь я жив, постарею. Что бы ни случилось со мной или с режимом, у вас нет другой судьбы. Те люди, чьи судьбы вы погубили, те, кого вы продали, те, чья кровь на вас, на ваших руках, эти люди вам не дадут спокойно ходить в туалет. Вы не будете. Вы постоянно, идя в туалет, будете думать о своей жалкой шкуре, чтобы там, в этом сортире, как говорил Путин, чтобы вас не замочили, чтобы вас не настигли. Поэтому это ваша участь. Очень незавидная. Ну все, как думаешь, после смерти Путина Кремль уберет Кадырку, говорят, и есть те, кто против него в Кремле, и что скажешь о Борисе Немцове? Я думаю, если умрет Путин, то Кадыров не позволит ему одному лечь в могилу, а он, скорее всего, в обнимку с Путиным, вместе с ним ляжет в этот гроб, и их похоронят вместе, во веки веков. Положат Путина, рядом с ним в обнимку, так, боком, положат Кадырова, а между ними положат такую подушку, такую в форме сердца, красную, пушистую, такую положат, а то закроют гроб и похоронят обоих. Субтитры создавал DimaTorzok